АПЛОДИСМЕНТЫ В центре внимания две семьи. Их свел один случай. Парам необходимо было разрешить конфликт между их детьми. Сначала герои постановки выясняют отношения, не выходя за рамки приличий. Далее картина прямо противоположная. Родители возьмут в проблеме. На поверхность всплывают неожиданные моменты. У нас смотрели все и пенсионеры, и дети даже того возраста, о котором ведется речь в нашем спектакле. Им нравится. И нравится людям, которые воспитали уже детей и знают, что это такое. И поэтому без ограничений. Моя жена, когда смотрела спектакль, она в конце даже заплакала. Вот так можно сказать. И многие люди, они могут смеяться весь спектакль, а в конце финал такой, что вдруг люди понимают что-то такое свое. Особенно те, у кого сейчас дети, которым 11-13 лет-10. И были такие моменты, когда приходили за пулисы и говорили, что все смеются. А я смотрю и думаю, господи, это же правда. У меня ребенку столько лет, и что делать, и так далее, и так далее. Несмотря на простоту и иронию, постановка затрагивает глубокую тему. Наблюдая за поведением героев, зритель в какие-то моменты узнает самого себя. Анализирует личное поведение, одним словом смотрит на себя со стороны. Вот такой коктейль из эмоций не мог оставить равнодушными Брещан. Вынести для себя что-то полезное, такую цель преследовал режиссер постановки Олег Тополянский. И это ему удалось. К слову, спектакль завоевал главный приз за лучшие режиссуры на театральном фестивале «Амурская осень-2015». Такая проблема семейная именно. Конфликт с женами, с детьми и прочее. Но вам почему понравилась, чем понравилась эта идея? Это очень хороший материал, да. Это хороший просто материал. Хороший материал, он любой, он нравится. Постановка в рамках «Приличия» – русский аналог французской драмы «Бог резни». В 2011 году по этому произведению Роман Поланский снял фильм с известными киноактерами в главных ролях. Театральная постановка оказалась не хуже. В этом убедился брестский зритель. Причина в профессионализме – стопроцентная отдача зрителю российскими актерами. Плюс зоркий глаз режиссера, сумевшего разглядеть потрясающую задумку. Я 10 лет не играл в театре, вот я вернулся вот с этим спектаклем, можно сказать, в театр. И не играл, потому что мне было просто неинтересно. И в какой-то момент мне захотелось опять что-то сделать, и вот я делаю то, что мне хочется.